всем привет друзья сегодня мы приехали в отель riverside я очень люблю этот отель знаете за что за то что он старый но он давно был основан именно поэтому здесь очень много зелени я обожаю такие древние отели где уже большие старые пальмы невысокие вот эти вот все деревья создают уют зелень создает тень все цветет пахнет вы посмотрите какая красотища просто вот здесь правда и душа и взор просто отдыхает потому что у нас жара все поля желтого цвета когда ты заходишь в такой старый отель получается что наслаждение для глаз просто божественно посмотрите какие огромные толстые древние фикусы смотрите какой ствол и у этого ствола вот такие вот огромные ветки их даже поддерживать надо видите какой огромный фикус и 1 2 это все прям на входе в отель и 3 в отеле есть вот такие вот номера которые состоят из отдельных домиков они находятся по всей территории отеля разбросаны в начале есть около бассейна есть дальше вот это все очень классная зеленая территория отеля мне упаслись просто можно гулять и отдыхать вот это еще один очередной фикус и так на территории отеля 4 бассейна так как сейчас очень мало туристов все эти бассейны видите свободные когда мы раньше сюда приходили в обычной в нормальной жизни без ковида здесь все было занято но сейчас все в свободном доступе есть свободные лежаки бассейны полупустые что самое интересное на территории есть мини аквапарк для детей вот чем примечателен этот отель что деткам есть свое развлечение можно детей засунуть на горке самим отдыхать спокойно у бассейна ну естественно здесь есть рестораны отельные ресторана ля карт вот с такими уютными столиками тени потому что опять же таки везде зелень есть вот это второй бассейн сейчас я вам покажу еще аквапарк кстати глубина одного из бассейнов 260 представляете то есть не мелкотня по пузико вот это растут наверное мандарины я не знаю в общем мандарины или апельсины что будет сейчас у нас тоже не сезон поэтому они такие зелененькие повсюду эти фруктовые деревья есть даже банановые пальмы вот это вот стоит мушмула очень много сейчас мы зашли на территорию аквапарка здесь видите уже как всегда побольше людей потому что сюда приходят не только приезжают не только туристы но и местные жители все приходят кто рядом живет вот покататься на горках вот милана у нас любительница покататься на горках вот одна горка вот вторые горки совсем маленький для маленьких лялечек и соответственно для них маленький бассейн и вот есть еще одна горка ну такая уже для более старших вы видите да что тут творят пацаны ай-яй-яй ай-яй-яй дети малые дядьки здоровые блин кошмар как можно ну вот оно ему наверное уже лет 17 18 20 может быть этаким детским садом занимаются вот такой аквапарк небольшой но что еще я хотела сказать на территории отеля есть спа но это всяких а мамы сауны бани вот на территории есть два ресторана и есть теннисный корт и баскетбольная площадка а друзья вот это вот еще один четвертый бассейн его кстати сделали только в прошлом году он такой большой огромнейший просто бассейн вот сейчас я вам показывала меню обеда которая ходит в оплату когда приезжают туристы да они приходят в столовой вот и кормят обедом но все люди которые живут на острове точно также могут прийти и воспользоваться услугой покупаться в бассейне потом пообедать или позавтракать или поужинать естественно это все возможно так как сейчас очень мало туристов соответственно и выбор еды не особо большой но каждый желающий может заказать по меню а-ля карт это можно делать в любое вообще время дня то есть если у них обед с 12 до 2 стол по меню можно заказать вообще в принципе в любое время и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok